Благоустройство Ерик Парка начали выполнять в 2020 году. Работы проводили в несколько этапов. И теперь в Куйбышевском районе есть своя протяженная набережная вдоль озер. Оценил территорию исполняющей обязанности главы Самары Иван Носков. Вместе с главой района и представителями профильных служб обсудили вопросы соблюдения порядка и экологической сохранности зоны, а также возможные перспективы развития водного туризма. В частности, очищение береговой линии от аварийных деревьев, а также создание условий для проката грибного инвентаря. Очень красивое место, хорошая задумка. Надо однозначно урегулировать вопрос с водопользованием, проговаривать с собственниками, кто живет на противоположной стороне, чтобы они приводили свою часть в порядок. Но еще есть достаточно много вопросов, которые требуют просто урегулирования, взаимодействия. Я думаю, что в ближайшее время мы все это решим. Также Иван Носков посетил парк молодежный. Его тоже благоустраивали в несколько этапов. Сейчас разрабатывается проект очередного этапа преобразований. Из-за вопросов безопасности в проект включат замену ограждений. Ранее в адрес исполняющего обязанности главы города уже поступали предложения от жителей и общественников, чтобы была сохранена возможность пользоваться привычными дорожками. Дополнительные входные группы обустроят при реализации проекта. Важно, как реагируют люди, что они делают, дают свои предложения, абсолютно разумные. Я не вижу здесь никакого противоречия. С коллегами мы поговорили, все это решаемо. Я думаю, что сейчас небольшие коррективы в проект несутся и в перспективе это нужно будет сделать. Обсудили на месте и вопросы обеспечения безопасности в самом парке. Для этого сотрудникам полиции будут помогать общественно-добровольные группы. Инициативная группа проводит обучение желающих. Они проходят инструктажи, сдают тесты, с ними отрабатывают потенциально опасные ситуации. После чего дружинники получают разрешение на патрулирование территории. Это абсолютно важная деятельность, потому что даже если ничего не происходит, у граждан, у мамочек, которые гуляют в этом парке, становится спокойнее при виде людей, которые занимаются охраной порядка. Также в рамках следующего этапа благоустройства в парке планируется обустроить и спортивную площадку. Она разместится в части, которая находится недалеко от пересечения улиц Воронежской и Ставропольской. Ее разместят так, чтобы возможный шум от занимающихся спортом не мешал жителям близлежащих домов. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Валерий Майоров. События.